120 км в час по ровному асфальту. Миф или реальность? Реконструкция Ленинградки продолжается, а вместе с ней решили обновить и дорогу в аэропорт. Насколько качественно используют материалы и когда закончится строительство, выяснила наша съемочная группа. Новое дорожное покрытие уже совсем скоро порадует мурманских автолюбителей в направлении аэропорта в Мурмашах. Но материалы для строительства здесь не скупятся. Компания-подрядчик в Мурманске специально построила производственные цеха. Здесь используется вся новейшая техника, которая собрана вообще во всем мире. Например, вы, наверное, видели асфальтоперегружатель, шаттлбагги. Потом новейшая техника из Германии – это асфальтоукладчики. Катки, которые мы опробовали, они более достойные. Вы тоже здесь все это видели. На счету строителей, которые занимаются в Мурманске реконструкции, дорог – целый десяток городов с уже построенными магистралями. Владимир из Санкт-Петербурга семь лет работает асфальтобетонщиком. Говорит, что за это время ни разу не пожалел о выбранной профессии и знает практически все тонкости своей работы. Сначала подготавливает основание для нашего асфальта, а потом уже с нижних слоев, с выравнивающих слоев, а потом уже основной верхний слой, по которому мы с вами ездим. Многие говорят, что максимально допустимая скорость по дороге в аэропорт будет достигать 120 км в час. Мы спросили у самих строителей, так ли это. Да нет, это слухи, это, наверное, выдумка, большинство случаев. Единственное, для того, чтобы устроить здесь, так скажем, больший скоростной режим, здесь надо сделать либо капремонт, либо реконструкцию. То есть надо повысить категорию автомобильной дороги. Укладка асфальта – дело хорошее, но вот вопрос, насколько будет прочным такое покрытие. Мы всегда даем гарантию, значит, 7 лет. И за этот период, если произойдут какие-то разрушения, мы восстанавливаем за свой счет. Основные работы на этом участке строители обещают закончить уже к концу сентября. Остается надеяться только на то, чтобы погода не помешала.